Диван для Глории 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 Это какие-то свои внутренние переживания, попытки достучаться, надо преподнести свое мнение так, чтобы тебя услышали, чтобы тебя поняли, чтобы понравиться режиссеру. Здесь на самом деле очень-очень много моментов, которые поначалу могут пугать, но когда ты это делаешь, когда ты вникаешь в свою профессию, еще если ты ее любишь, конечно же, все уходит на второй план, и ты делаешь то, что тебе нравится. А по образованию ты кто? У меня высшее образование художник-орнаменталист по тканям для костюма. Ух ты, орнаменталист! То есть, когда я получала свой диплом, это звучит страшно, но тем не менее, когда я закончила текстильный университет, я уже параллельно работала, и в общем-то я не могу сказать, что моя профессия в институте, полученная мной, она как-то повлияла. Да, она имеет некое влияние с точки зрения знаний, истории искусства, каких-то форм, сочетания цветов. Но на самом деле я хочу сказать одно, то что человек со вкусом, он абсолютно спокойно может перерасти в профессионала, который будет этим зарабатывать деньги. А был ли какой-то роковой день, когда был выбор, вот я сейчас не стилистом стану, а есть предложение, например, стать юристом? Юристом, серьезно? Ты знаешь, ну, мои родители, в общем-то, никогда не заставляли меня делать никаких выборов из разряда «я так хочу» или «так хотят они». Вот, они всегда говорили «как хочешь». Но, да, у меня был выбор, когда я пришла на первое занятие со своим преподавателем, и она меня просто начала ломать, как в известном видео. Я сказала, что нет, все, я ничего не хочу, и все, пошло оно, я буду юристом. Серьезно? Да, но это было давно, мне было тогда очень мало лет, и, в принципе, я счастлива, что я пошла своим путем. Ты говоришь, что когда ты училась в институте, ты еще параллельно начала работать. Да. Вот эта работа на проектах «Новая волна», это все было в то время или позже? Да, да, это было тогда, это было очень давно. Как получилось, что ты попала на такой проект, это известное мероприятие в стране, и вот девушка-студентка начала работать там? Ну, во-первых, у меня была до этого большая школа, почти год на канале Муз-ТВ, вот, и поскольку на тот момент я работала частично в персоне, которая работала с каналом Муз-ТВ, так вышло, что они решили, что надо, чтобы поехала на «Новую волну» я. И, в общем-то, я поехала, у меня было, не помню, то ли 18-19 лет. Ух ты! Да, и для меня это было что-то с чем-то, потому что школа «Новой волны» — это ни с чем не сравнимая школа. Это ревзинг кричащий «Все, у нас 30 минут до эфира, все должны быть готовы», и реально все должны быть готовы. А кто-то проливает на себя чай, да, кто-то там, я не знаю, споткнулся, порвал платье. Ну вот расскажи про то время, например, вот в рамках проекта ты работаешь, и какой у тебя распорядок дня? Это, наверное, подъем часов в 5-6, нормальная, да? Йога утренней перед водой или что? Это было как-то так было. Ты знаешь, ну, в то время я не думала о йоге. На самом деле нет, ну, распорядок дня на таких проектах очень жесткий, потому что ты просыпаешься, да, рано, ну, не в 5, часов в 8-9, занимаешься с собой какое-то время, приводишь себя в порядок. Потом, соответственно, идешь на репетицию, готовишься, подготавливаешь костюмы к мероприятию уже непосредственно. А что это за костюмы? Это костюмы каких-то спонсоров или та одежда, которую ты выбираешь? Ты знаешь, сейчас это костюмы дизайнеров. Раньше такого не было, раньше мы выбирали, мы сотрудничали с многими магазинами и в Латвии, и в России, вот, и часть, больше вещей привозилась из Москвы. То есть это было очень смешно, я никогда этого не забуду, когда водитель просто, на пересчет сумок было 15, и он их заносил, заносил, заносил. Я уже не знала, когда они закончатся, потому что они все идут, идут и идут. Вот, ты готовишь костюмы, они уже все изначально утверждены, потому что мы приезжали туда за две с лишним недели. Вот, режиссер их утверждает, мы там что-то меняем, что-то дорабатываем, где-то что-то подшиваем. Соответственно, вот, у нас есть там две недели, пока не приехали ведущие. То есть, когда приезжают ведущие, я уже непосредственно, ну, почти все время с ними, потому что конкурсанты готовы, на них все в порядке, есть костюмер, который их одевает, как бы, да, и все хорошо. Вот, и ты приходишь на площадку в зал Дзинтере, проверяешь еще раз, все осматриваешь, потому что, на самом деле, это кажется достаточно просто. На телевизионный проект это просто очень-очень тяжело, еще когда у тебя очень много людей, ну, под твоим контролем. Вот, и, соответственно, ты все подготовил, потом там сходил, пообедал, и все, и дальше начинается непосредственно подготовка к конкурсу. Он идет в прямом эфире, все нервничают, понятное дело. Вот, в Дзинтере раньше не было даже вентиляторов, жара. То есть, все вот так вот бегают-бегают, я говорю, случались. У меня была ситуация, что за 30 секунд до эфира, не буду называть звезду, она пролила на себя чай, белое платье, широкое достаточно. Я просто на ходу зашивала его, складывая пополам, видоизменяя платье, да, было такое. Вот, а говорят, что работа стилиста, что в этом сложного? Пошел в магазин, набрал одежды, одел человека, и, собственно, все. Оказывается, нет, вы знаете, бывают суперстрессовые ситуации. Про стрессовые ситуации. Допустим, тебе приходится работать с человеком, ну, по контракту, не по контракту, неважно. Но человек всячески отрицает твой выбор, то есть ему все не нравится, что ты подбираешь. Я сомневаюсь, что такое вообще происходило когда-либо, но, допустим, вот ты говоришь, вот шикарно подойдет вот эта юбка с рубашкой, а человек категорически против и говорит, вот как справиться с стрессовой, вот такой стрессовой ситуацией? Ты знаешь, наверное, это просто умение договориться, потому что гнуть свою линию – это замечательно, но не в данной сфере. Конечно же, я знаю, как будет лучше, но тогда я показываю человеку, как хочет он, мы смотрим в зеркало и видим все, и как предлагаю я. Мы опять-таки смотрим в зеркало и все видим. Но здесь такая очень тонкая грань, в любом случае человеку должно быть в этом комфортно, потому что, как там ни крути, не одежду носит человек, а человек одежду. Но при этом, при всем, есть люди, для которых это очень важно, которому это некомфортно и он ничего не может с собой сделать. Вот он настолько зависим от того, как он выглядит. Тогда я пытаюсь донести, объяснить. Это не один час бесед. Мы смотрим в зеркало, мы пробуем, мы делаем за и против. Иногда даже пишем список за и против. Да, это такой очень индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть это работа не только с костюмом, но и, в принципе, какая-то психология. Психология, да. Я бы даже, знаешь, как сказала, в определенный момент это 90% психологии и 10% работы стилиста. Тебе, наверное, интереснее, ну всегда, наверное, интереснее, легче работать в летнем варианте, подбирать какой-то летний гардероб, да? А что делать, чтобы зимой выглядеть хорошо? Еще вот сейчас, поскольку вот декабрь, январь, впереди еще куча вот этих месяцев темных, холодных, да, летом здорово наделать цветную юбку, белую рубашку и выглядишь уже стильно и классно. Ну да. Какие-то аксессуары. А зимой-то нужно замотаться в шарф, шапку и надеть что-то бесформенное, а под это бесформенное ты не можешь надеть какой-нибудь пиджак, например, потому что он не помещается в юбку. Вот что делать? У тебя есть какие-то практические советы, как здорово выглядеть зимой? Да, конечно. Ты знаешь, просто благо сейчас мы живем в то время, когда все в моде настолько эклектично, и мы имеем возможность смешивать абсолютно для наших там мам, бабушек и предков вообще несовместимые вещи. Поэтому зимой есть отличный вариант, да, и я считаю, что это просто великолепный вариант для девушки. Во-первых, это какое-то объемное пальто, которое ты можешь просто завязать поясом и при этом одеть под него все, что угодно. На самом деле это кажется, да, там, ой, я буду как бочонок. Ну, зимой мы все как бочонки, ничего ты с этим не поделаешь, но при этом, когда ты в объемном пальто и акцентируешь внимание на своей талии, ты уже априори становишься женственной и с правильной фигурой, потому что подчеркнутая талия для женщины – это, ну, 70% успеха. Я не говорю о том, что зимой нужно ходить на каблуках, каждому свое, да, но при этом, если у женщины небольшой каблук, благо сейчас мода на достаточно широкие каблуки, тоже, соответственно, визуально мы увеличиваемся. Вот, но в обычной жизни я могу честно сказать, я люблю валенки, обувь без каблуков и что-то более комфортное, но при этом женственное. Женщина никогда не должна забывать о том, что она женщина. Ты до которого года работала на «Новой волне»? Я до сих пор на ней работаю. До сих пор? Да. Вот есть звезды, которые приходят как в качестве гостей просто на «Новую волну», и если у нас есть возможность, давайте посмотрим фотографии. Это, знаешь, как всегда, вот после каждого года в интернете поднимается буча. Боже мой, как же наши звезды, почему же они так одеваются, и как только она будет готова, мы обязательно его посмотрим. Благодарю. Но ты сама, наверное, видела вот это обилие перьев каких-то, что-то невероятное. Люди одеваются скорее не как на мероприятия, а как на карнавал. Ты знаешь, в этом особенность, на самом деле, большинства русских звезд, потому что очень немногие пользуются услугами стилиста. И на самом деле в этом есть большая-большая проблема. На Западе, вообще, в частности, в Америке, есть определенная система. Система, по которой звезда живет, по которой она выходит в свет, снимается в кино, и так далее, и тому подобное. И каждым направлением в жизни звезды занимается тот или иной человек, или компания, неважно. В России голь на выдумке хитра, и большинство наших звезд считают, что у них прекрасный вкус. Я никого не хочу обидеть или что-то сказать нехорошее, но каждый должен заниматься своим делом. Я не иду петь, как говорится, потому что я знаю, у меня нет голоса. Как ты, допустим, относишься к тому, что многие мужчины покупают себе куртки из крокодила? Отвратительно. Ужасно. Это ужасно. Это просто ужасно. И это пережиток какого-то нашего прошлого, когда, наверное, у нас ничего не было, да, и вот в 2000-е вот эта волна русского гламура, я его называю. Просто люди не понимают, что это давно ушло, и не надо, не надо одевать крокодил ни на ноги, ни на плечи, ни брать в руки. Ну, просто это выглядит ужасно. Вот многоуважаемая Лайма Вайкули, с огромным поклоном, я и говорю, но тем не менее, вот про подбор белого. Кань Уэст сейчас выходил на сцену, у него есть полный комплект, где он во всем черном, полный комплект, где он во всем белом, но белый – это всегда разные оттенки. Конечно. И черный – это всегда разные оттенки. Немножко в красный уходит, немножко в синий. Белый цвет, который цепляет абсолютно все оттенки, и который достаточно сложный цвет, вообще, в принципе, для камеры, вот, и, ну, его, на самом деле, не стоит. Как вот одеться в белый, но при этом не стоит? Нет, знаешь, как одеться в белый, выглядеть как Кань Уэст? Есть, ну, слушай, Кань Уэст – это Кань Уэст, это раз, два, опять-таки, школа операторов там, и школа операторов у нас – это разные вещи. Вот, но при этом при всем Кань Уэст выбирает правильный оттенок белого, да, и здесь самое главное вот… Вот правильный оттенок белого. Вот у нас как «вот оно». Мне кажется, очаровательная девушка, ну, как бы слишком… Слишком. Дело в том, что вообще, в принципе, платье вечернее, и когда оно полностью в одном цвете, особенно в белом, это всегда выглядит не совсем правильно. Ну, плюс, говорю, фотография очень может исковеркать представление, потому что, когда, например, она в движении, все может быть не так уж и плохо, может быть у нее прекрасная открытая спина. Вот, вот Николай Басков, типичный представитель и любитель белого. Тоже. Здесь он в таком… в серебряночке. В серебряночке. И вот, то есть, очень дорогие ботинки, но при этом… Ты знаешь, костюм тоже, на самом деле, не дешевый, но просто дело… Я тоже, ну, я уверена. Но просто сочетание. Ну, Коля Басков, он сам по себе, вот он такой. Вот хороший, мне кажется, пример, Виктория крутая, кажется. Да. Лодочки и платье в дорожках. Классическое сочетание, которому, как говорится, не придраться. Если не знаешь, как одеться, одевайся в классическом сочетании, и все будет прекрасно. Света румянцева. Вот на ней белый цвет смотрится, да, совершенно по-другому, потому что платье не столь длинное, оно коктейльное. Вот, плюс яркий акцент – это лодочки, сумку я бы взяла, наверное, сюда другую. Но при этом, при всем, опять-таки, это фотография. Мы не можем видеть до конца всех там цветов, которые она решила сочетать в себе. Вот типичный представитель мужчины, с которым я обожаю работать. Он же постоянно экспериментирует. Он может одеться и как джентльмен в смокинге, и в то же время в абсолютно что-то невероятно 500 слоев футболок, всего-всего. Ну, вот, знаешь, мы как бы просто, почему я люблю с ним работать, потому что мы постоянно двигаемся, мы не стоим на месте. И Тим, я считаю, молодец в том, что он сам такой человек в первую очередь, и я такой же человек, поэтому нам с ним очень комфортно работать. Поэтому работаем уже очень долгое время. Нельзя ни в коем случае зацикливаться на чем-то одном. Ну, это так же, как, я не знаю, если ты всю жизнь ходишь с одним цветом волос или с одной длиной, да, ну, там, для девушки, предположим, то ты сама себя перестаешь замечать. Это программа «Диван для Глории», я Маша, и у меня в гостях стилист Натя Сенечкина. Мы продолжаем разговоры о том, как здорово одеться и что вообще происходит в жизни стилиста, сложно ли работать стилистом, какие там есть подводные камни. Вот мы в прошлой части обсуждали Тимоти. Вы все знаете Тимоти, и я уверена, что всем вам нравится, как он одевается. Просто кто-то об этом молчит. Если вам не нравится, вы просто ему завидуете, как он бы сказал. Расскажи, вот сейчас вот у хип-хопа, у молодых людей появилась новая тенденция. Они вместо вот этого всего широкого, напускного, начали надевать узкие штаны, все черное, все многослойное. Каково твое отношение к этому, и сложно ли вообще работать в этом стиле, и что это за стиль? Нет, я говорю просто очень здорово, что мы сейчас живем в то время, когда нет каких-то четких критериев, как ты должен выглядеть. То есть, например, если раньше ты хип-хоп-звезда, у тебя мешковатые штаны, какие-то там тимбы, например, футболка по колено, все широкое, все мешок, бомпер, еще что-то. Сейчас ты можешь быть хип-хоп-звездой, вот, ну, там, Тим это такой типичный пример, но при этом ты можешь одеваться и как в классический костюм с какими-то там, я не знаю, интересными элементами, либо даже просто в классический костюм, либо ты можешь одевать, там, предположим, узкие какие-то или зауженные джинсы, не обязательно футболку по колено и висящую на тебе. То есть ты можешь быть разносторонен, ты можешь быть разным, и ты можешь не зацикливаться на чем-то одном. Мне нравится то, что сейчас происходит с модой, в частности, да, там, для хип-хоп-исполнителей, потому что нет никаких рамок. Ты свободен, ты можешь одеть, сейчас очень популярно это кожа, понятное дело, вот, соответственно, там какие-то, даже мальчики одевают лосины, вот, одевают широкие, например, шорты кожаные, какие-то брутальные ботинки, такой реколенс немножечко стиль, вот, какую-то футболку, из-под которой торчит еще одна, да, там, сверху, это может быть даже косуха, что раньше, согласись, это было просто невероятно, там, косуха, это был атрибут рокеров, бомпер, это был атрибут хип-хоперов, рэперов, там, и так далее. Сейчас все очень, грани смылись, и для стилиста это, на самом деле, рай. А в случае с Тимати ты работаешь с его личным гардеробом или над какими-то проектами его тоже? По-разному. То есть... А в чем заключается работа стилиста над проектами? Вот, допустим, у Тимати это клипы или что? Ну, предположим, клипы или фотосессии, или выход на сцену на той же самой новой волне, или выход, например, на мероприятие какое-нибудь. По-разному. Если это клип, то у нас есть режиссер, который говорит о том, что... Дает референс какой-то. Как он хотел бы, да, он дает референс, говорит о том, как он это видит, потому что это, в первую очередь, его творение, которое мы все пытаемся реализовать, вся там, команда. Вот. Соответственно, понятное дело, у Тима есть тоже свои всегда видения, но он такой человек, он собрал вокруг себя команду специалистов, профессионалов и людей, которые обожают то, что они делают. И поэтому, в принципе, он всецело доверяется тем, с кем он работает. При этом, при всем, он всегда сам готов идти на какие-то эксперименты. Мы иногда очень бурно обсуждаем, как это будет выглядеть или еще что-то. И при этом мы всегда слышим друг друга. То есть это, знаешь, как найти своих людей, людей, с которыми тебе комфортно. Расскажи про проекты, с которыми ты работала, и что это за профили? Ты знаешь, я со многими проектами работаю, то есть это и реклама, и видеоролики, и фотосессии, и журнальные съемки, и просто частные клиенты. То есть, смотри, что ты хочешь знать. С чем сложнее работать? Вот частный клиент, видео, фото? Или какой-то, я не знаю, телевидение. Телевидение. Ты знаешь, наверное, сложнее всего с кино, потому что там все меняется. Я думаю, все смотрели частично хотя бы фильм «Оттепель». Нет? Не смотрела? Я пока нет. Я пока болела. У меня была прекрасная возможность ознакомиться потеплее с нашим телевидением. Вот. И в этом фильме был прекрасный момент, когда режиссер, у всех был сбор и выезд на локацию в 5 часов утра или в 6, а он всем звонил в 3 часа ночи. Ну, это понимаем, да, что советское время, и телефон был только домашний, и не было никаких мобильных, и все было плохо. Соответственно, он в 3 часа ночи звонил и говорил «Хочу красный чемодан». Вот кино – это «Хочу красный чемодан в 3 часа ночи». И ты можешь разбиться в лепешку, но должен принести красный чемодан, который хочет режиссер. Наверное, это самое сложное, потому что все очень быстро меняется, и все очень творчески, и актеры, и режиссеры, и операторы, и вся команда. Но, с другой стороны, это такая, это семья, и когда ты заканчиваешь с кино, тебе вот, ну, я не знаю, как физически не хватает каких-то людей. Как дочитать хорошую книгу, жалко, что она закончилась. Да, жалко, что она закончилась. Так и здесь. Реклама, ну, наверное, это самое такое, более или менее упорядоченное, потому что ты все достаточно быстро утверждаешь. Что регламентировано. Регламентировано, да. С одной стороны, всякие ситуации бывают, но это что-то более упорядоченное. Клипы, клипы ближе к кино, потому что там, например, тоже у нас такое бывает, а давайте-ка снимем еще один план, и вот, ну, у нас же есть что одеть. И ты всегда думаешь, как хорошо, что я взяла что-то, что мы можем сейчас одеть. На случай чая на белое платье. Да, 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 да. У меня просто вот моя, наверное, практика научила, что всегда должен быть запасной вариант. Конечно. Вот. А самое простое, по мне, это фотосессия. То есть, на самом деле, благодаря фотошопу, мне кажется, это еще проще стало. Ты можешь вообще не одевать никого. Да. Какие у тебя планы, куда ты хочешь расти? Возможно, именно благодаря твоему агентству ты хочешь развиваться дальше. Может быть, это своя линия одежды? Или что? Расти, конечно. Я всегда хочу расти. И агентство я открыла для того, чтобы отходить от каких-то вещей, передавать им, передавать эти вещи, там, людям, с которыми я работаю, людей, которых я взрастила, так сказать. Вот. Мне нравится креатив, мне нравится создавать. Я не говорю, что я хочу быть каким-то там очередным продакшеном, да. Я хочу найти и стараюсь это сделать как в своей работе стилиста, так и в своей работе продакшена, что-то креативное, что-то интересное, что-то необычное. В этом смысле я считаю, что Америка – это гениальная страна для вот какого-то творческого выплеска своих идей. Вот. И я много читаю о том, как они там работают. И считаю, что они гениально там работают. Вот. И поэтому я хочу расти в этом направлении, я хочу развиваться, я хочу становиться выше уровнем всегда. А что это дальше? Ну, в смысле, как изменится именно твоя занятость? Что это будет? Ты знаешь, сейчас ты подбираешь образ, ты стилист, а вот дальше? Как ты думаешь? Ну, я помимо… Прости, я тебя перевела. Да-да, конечно. Помимо стилиста я работаю как продюсер съемок, то есть мы делаем фотосессии, мы создаем видеоролики, мы, например, придумываем какие-то ролики, как креативное агентство. То есть мы никогда… Ну, я говорю «мы», потому что для меня агентство – это такая, как большая команда, семья, да. Вот. И мы не стоим на месте, мы развиваемся. То есть помимо направления стилизации мы занимаемся очень многими. Мы там делаем, например, для одного фонда благотворительного, который работает с детьми, мы для них делаем рекламу, например, сейчас. Вот. То есть здесь такой очень… Мне нравится моя профессия, и, в принципе, наверное, я рада, что я такой человек, что я могу заниматься многими вещами, не только одним направлением. Первый фотограф – это ты. Да, это, кстати, конкурс «Новая волна». Это конкурсанты, по-моему, не буду врать, у меня их было очень много, просто они для меня в определенный момент тоже становятся как дети. Я после первой «Нового волны» почувствовала себя многодетной мамой. Вот. И вот это один из них, очень хорошие ребята, я их одевала. Вот я тружусь. Да, запонки. Такой элегантный уже пошел. Ну, просто Александр Давидович Ревзин захотел их видеть элегантными, и, соответственно, моя задача как стилиста, работающего с ним, добиться максимального результата, чтобы ему понравилось. Да, это сатика «Занова», это мы делали обложку для «Трендспейс», «Трендсеттер», простите. Вот. Да, это было давно, 4, наверное, года назад. Ух ты, и до сих пор вот сейчас эти фотографии в топе. Да. Ну, вот это было, по-моему, если я не ошибаюсь, это был первый выпуск этого издания. Да. Класс. Вот. Знаменательное событие. Так, очень строгий человек. Боже. Откуда ты отрыла эту фотографию? Это канал ОРТ, я давала там интервью, если честно, я была после вот как раз съемок, про которые я говорила, у меня было сначала 28 часов, потом было две программы и еще что-то. И я просто счастлива, что это особо нигде не на виду, потому что я там выгляжу ужасно, но при этом какая разница, было так было. Вот. Я там строга, да. Это, да, это я не так давно, это лекции, это сайт, который занимается, очень, кстати, классная фишка из Америки, опять-таки, они дают на прокат вечернее платье. Вот. И я вот как раз читала лекцию о том, что такое вечернее платье, как правильно дресс-код, как правильно одевать его, и так далее, и тому подобное. Очень мне нравится вот этот свитер в сочетании с красными брюками, прям класс. Да, спасибо большое. Видишь, как я угадала, еще и платье красное. Да, и платье все красное, и картон, и рождественский красный. Да, да, да. У нас как раз тема красный, зеленый. Ага. Вот, да. И что делать с вечерним платьем? Как не переборщить? Ты знаешь, в первую очередь его нужно правильно подобрать, и, конечно же, надо правильно знать дресс-код и мероприятие, на которое ты идешь. Я вообще считаю, что вечернее платье – это тот атрибут в гардеробе женщины, который должен, знаешь, как, я не знаю, черные лодочки, у тебя не должны быть, вот хоть ты тресни. Так и здесь, там, я не знаю, черное вечернее платье должно быть в гардеробе у каждой девушки, и оно должно быть лаконичным, чтобы ты одел любые украшения, и каждый раз ты была разной. Ну, в конечном смысле, вот такой вот вырез до середины бедра, открытая спина. Нет, ну ты знаешь, я, например, считаю, можно говорить слово сексуальной? Нужно. Вот, я считаю, что очень сексуально, когда у женщины здесь все закрыто, и эффектно открыта спина с каким-то там вырезом. Это выглядит намного сексуальнее, чем декольте до пупка. Вспомним зеленое платье Дженнифер Лопес в 2005 году, когда она вышла в пириде. Кто вот сейчас из артистов тебе нравится? Там, Бейонс, например, Риана с этими ее все время какими-то топиками непонятными? Бейонс. Я считаю, что она молодец, как певица, я считаю, что она лидер. Плюс ко всему мне нравится, что она не боится экспериментировать, она везде разная, и при этом у нее нет такого, знаешь, наших звезд есть такой момент. Как я буду танцевать и одену такие каблуки? Особенно это танцоры любят. Я все время, у меня есть заготовленные несколько видео. Такие каблуки, в смысле, вот эти вот маленькие танцевальные, да? Наоборот, они боятся одевать высокие. А, высокие? Да. И я все время показываю видео с выступлением Бейонса, где ни один из танцоров, девушек, не боится одевать каблуки, танцует так, что многим нашим танцорам можно позавидовать. Это да. Бейонса двигается так, что, и при этом поет, вживую поет, так, что многим можно позавидовать. И они не боятся одевать каблуки. Это замечательная поездка в Барселону, и, я не знаю, я просто вкусно... И вкусное мороженое. Да, вкусное мороженое. Это был мой отдых за очень длительное время. Я лет, наверное, пять не отдыхала нормально. Ух ты. Да. И последняя фотография очень мне нравится. Это были пробы, да, причем там надо было просто... Пришел режиссер со словами, так, надо кого-то сфотографировать, нам надо что-то отправить. Я уже, честно, не помню, как это было. Он говорит, вставай. И вот мне пришлось встать и... Ух ты. И фотографироваться. Это такая вот, знаешь же, какая предыстория. Я думала, сейчас будет сказано, ну да, это моя аватарка в Твиттере. Ну, она, по-моему, где-то у меня является аватаркой, но просто предыстория фотографии не аватарка в Твиттере. Ну, и это классно. Спасибо большое. Дорогие друзья. Спасибо себе. Сегодня у меня в гостях профессиональный стилист Натя Сенечкина, учредитель агентства News Agency. Можно, да, так сказать? Да, News Agency. И приходите туда, если вам нужен будет качественный совет. Спасибо большое, что пришла в нашу студию. Если вам нужен какой-то ответ на тему того, как мне надядиться полностью в черный, при этом классно выглядеть, перемотайте нашу программу, и вы найдете ответ на свой вопрос. Я Маша, это программа «Диван для Глории», а «Волсовайв». Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!